Здравствуйте, меня зовут Ярослав Некрасов. Сегодня 12 июля 2017 года состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам законодательства местного самоуправления депутатской этики. На данной комиссии в том числе рассматривался вопрос, связанный с обращением жителя городского округа Химки Горбашова Игоря Николаевича, в котором он просил обеспечить ему возможность присутствия на заседаниях комиссии. Вопрос о доступе граждан к информации о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления в городском округе Химки поднимаются уже далеко не в первый раз. Так, в 2016 году я в числе прочих граждан пытался попасть на открытое заседание Совета депутатов, на которое меня не пустили, сославшись на то, что меня нет в каких-то там списках. Я посчитал, что мое право было нарушено, в связи с этим обратился с административным иском в Химкинский городской суд, которым просил признать действия председателя Совета депутатов Александра Павловича Дринова незаконными и обязать его не чинить мне препятствия. Моя опросительная часть была некорректная. Химкинский городской суд в удовлетворении административного иска мне отказал. Однако в рамках данного административного дела судом было выяснено, что у нас в городском округе Химки не урегулирован вопрос о доступе граждан для посещения заседания представительного органа в качестве слушателей. И данное решение о допуске гражданина на заседание Совета депутатов оставлено на усмотрение исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, что, собственно, не соотносится с установленными в 131-м федеральном законе принципами подотчетности и подконтрольности местной администрации представительному органу местного самоуправления. Соответственно, такой пробел в нормативном регулировании он и стал причиной нарушения моих прав, связанных с недопуском меня на заседание в качестве слушателя. В связи с этим Химкинский городской суд вынес частное определение и определил сообщить о данной проблеме Совету депутатов городского округа Химки и сообщить о данной проблеме главе городского округа Химки. И предложил им совместно принять меры по устранению пробела в нормативном регулировании. Отвел на это два месяца, что является абсолютно достаточным сроком для того, чтобы принять меры и урегулировать данный вопрос. 21 июня 2017 года я повторно ознакомливался с материалами дела. При ознакомлении мне стало известно, что в декабре 2016 года Совет депутатов за подписью председателя Совета депутатов направил в Химкинский городской суд письмо, в котором сообщил, что по результатам рассмотрения частного определения Совет депутатов обещает принять некий муниципальный правовой акт, который будет регулировать порядок присутствия граждан на открытых заседаниях Совета депутатов в качестве слушателей. Кроме письма обещания ничего нет. Никакого муниципально-правового акта на территории городского округа Химки не было ни разработано, ни принято. Глава городского округа Химки вообще проигнорировал требования частного определения, не направил в Химкинский городской суд даже какую-то там обещалку, в которую он обещает что-нибудь там, может быть, сделать. В соответствии с законодательством у нас частное определение следует считать исполненным, если оно рассмотрено соответствующим органам, должностным лицом, и по нему приняты все необходимые меры. И помимо того, что эти меры нужно принять, об этом еще необходимо сообщить суду. Непринятие каких-то мер или оставление частного определения без рассмотрения влечет наложение штрафа. До настоящего времени, собственно, ни совет депутатов, ни глава городского округа Химки не сообщили суду о принятых мерах. Ну, мало того, что они не сообщили, они их и не приняли. Как я уже сказал, в городском округе Химки отсутствует какой-то там документ, который регламентирует доступ граждан в качестве слушателей на совет депутатов. Стоит обратить внимание, что любое частное определение, как-либо другое определение и решение суда обязательно для исполнения всеми государственными органами, должностными лицами на всей территории Российской Федерации. Причем подлежит неукоснительному выполнению. К сожалению, глава городского округа Химки и совет депутатов проигнорировали требования Химкинского городского суда и ничего не исполнили. Такое впечатление создается, что у нас федеральные судьи, которые сидят, они вот просто так там сидят, бумажки строчат какие-то. Чего там бумажка? Ну, написал там кто-то что-то. Ну и ладно. Всем пофигу, никто ничего не делает. Администрация городского округа Химки не исполняет решения судов. У меня два решения суда, которые администрация просто наотрез отказывается исполнять.